Служба медицинских услуг Служба медицинских услуг Руководитель региона по достоинству оценил вклад педагогов в успех своих воспитанников и уровень знаний теперь уже бывших учащихся школы республики, которые набрали 100 баллов по одному из предметов. Рашид Тимреза вручил наставникам и их ученикам грамоты и подарки, а также поздравил от имени руководителя Федерального Минпросвещения Сергея Кравцова. Хочу передать слова благодарности и поздравления от министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Красова. Он только что у меня был с ним разговор. Он на самом деле любит нашу республику, как и любой другой субъект Российской Федерации и все время переживает. Поэтому вам еще раз слова благодарности и дорогие наши педагоги. Очень хотелось бы, чтобы кто-то из наших деток, самых умных, самых красивых, свою судьбу связал бы с тем, чтобы были учителями и педагогами. На недавней церемонии оглашения послания голова Карачаева-Черкесии Рашид Тимреза отметил, что медицинские услуги должны предоставляться населению качественно и своевременно. В ближайшем будущем у жителей будет возможность получать медицинские услуги в рамках единого окна. Это сделает еще более доступными все виды медпомощи. В Карачаево-Черкесии в 2023 году в рамках программы модернизации будет построено и отремонтировано 20 объектов здравоохранения. Совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации ведется работа над включением в одну из ведомственных программ строительства новых объектов здравоохранения Республиканской инфекционной больницы, психиатрической, поликлиник в ауле Адыгихабль и городе Усть-Джигутта. 1 июля в России памятная дата – День ветеранов боевых действий. Это дань уважения и памяти всем военнослужащим, которые в разные периоды отечественной истории вставали на защиту нашей Родины, обеспечивали безопасность граждан, выполняли задачи, отстаивали государственные интересы. Вот в Усть-Джигутте состоялось мероприятие, посвященное этой дате. Алла Качиева подробнее. День ветеранов боевых действий позволяет еще раз вспомнить о подвиге, совершенном в разные годы при выполнении государственных задач. Несмотря на то, что праздник пока не носит официального статуса, ветераны боевых действий, выполнявшие служебные боевые задачи на Северном Кавказе, в Афганистане, Египте, Сирии, Анголе, Таджикистане, Вьетнаме, Корее и других странах традиционно собираются в этот день вместе, чтобы вспомнить своих боевых товарищей. Мы это делаем, чтобы тех ребят, которые погибли на всех фронтах в локальных конфликтах, чтобы о них помнили, чтили и знали, что они погибли за независимость и интересы нашей страны. Традиционно в Усть-Джигутте собравшиеся у мемориала «Вечный огонь» почтили память погибших, возложили цветы. Было отмечено, что сегодня ратные традиции Отечественной Армии достойно и мужественно выполняют наши российские военнослужащие. На мой взгляд, этот день в истории нашей страны очень значим. Мы гордимся защитниками Отечества, ветеранами боевых действий разных эпох и времен. Мы равняемся на них, мы благодарны им за мирное небо, за сегодняшний день нашей страны. Ну а сегодня этот день приобретает особую значимость, потому что идет специальная военная операция, в которой и сегодня принимают участие наши соотечественники, вся страна. Мы боремся за право жить, за будущее нашей страны, за мирное небо наших детей, за счастливую Родину, за безоблачное детство и мир на всей земле. И сегодня задача – помнить о подвигах ветеранов боевых действий, чтобы их патриотизм и мужество были достойным примером для подрастающего поколения. Доблесть, мужество и любовь к своей стране – вот что объединяет защитников Отечества всех поколений. Именно такими качествами обладал и 37-летний Ибрагим Умаров, и Заул Эль Таркач, погибший в зоне СВО. Мой брат, хоть был младше меня, я всегда равнялся к нему. Был добрым, гордым, справедливым. Всегда защищал младших. Всегда уважал старших. На митинге старшему брату Роберту вручили медаль «Семье погибшего героя» от Союза афганцев. Носители статуса ветеранов боевых действий могут претендовать на особую помощь от государства. Об этом рассказал прибывший на памятное мероприятие руководитель Карачева-Черкесского филиала Российского государственного фонда поддержки защитники Отечества Марата Базалиев. У нас во всех районах есть координаторы социальные, во всех. В Джигутеях четверо, в Черкесске шесть, в Зеленчуке четыре, в Урупе один, в Малом Карачае один, в Хабезе один, в Адыгехавльском, Ногайском тоже по одному. Это и по населению, и по числу призывников, и участников СВО. К нам они тоже могут обращаться в любое время. Мы работаем с девяти до шести, перерыв с двенадцати до часу. Адрес у нас Гагарина, 24 в городе Черкесске. Алла Качиева, Олег Малхожев, Вести Карачева-Черкесия, УЗЖИГУТА. В целях улучшения работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики глава Карачева-Черкесии Рашид Семрезов поручил правительству принять дополнительные превентивные меры по предупреждению профилактики нарушений. Необходимо проработать вопрос дополнительного приобретения установки на аварийно-опасных участках комплексов фото-видеофиксации и продолжить работу по освещению этих участков дорог, уделив особое внимание территориям населенных пунктов. За прошлый год в республике в результате ДТП погибло 83 человека. Это больше на 30 человек, чем в 2021 году. И 597 человек получили ранения различной степени тяжести. Основные причины высокого уровня аварийности связаны с нарушением правил дорожного движения на различных участках дорог и скоростного режима. Во Оли Кумыш Карачевского района отметили священный праздник мусульман Курман-Байрам. Для всех собравшихся организовали различные конкурсы с подарками и вознаграждениями. Также были накрыты столы с угощениями. На праздничном мероприятии побывал и наш корреспондент Альхан Лепшоков. Радостью и теплотой наполнена атмосфера праздника. Отметить священный праздник Курман-Байрам собрались не только жители аула Кумыш, но и гости со всей республики. Для участников торжества здесь организовали столы с угощениями. Поздравил всех жителей аула и глава администрации Карачевского района Спартак Кущетеров. Он подчеркнул важность проведения подобных мероприятий, что способствует единению общества и сохранению национальных традиций. Это праздник. Очень много конкурсов, молодежи. Все радостные, приветствуют друг друга. Конечно, в непростое время такие праздники нужны. Это сближает народ, людей. Поэтому еще раз с праздником вас всех. Пожелание, конечно, здоровья всем, счастья. Для маленьких жителей провели конкурс по чтению Корана. Каждый из участников старался, грамотно соблюдая правила таджвида, прочитать аят из священной книги мусульман. Приятно видеть, что дети стремятся к изучению Корана. И этот праздник воспитывать в людях любовь и уважение к друг другу, отметил заместитель муфтия Карачева Черкесии, ректор Исламского института Мухаммад Хаджи Батчаев. Мы начали соревнование чтения Корана. Она имеет очень хороший потенциал, потому что как участники будут улучшать свое чтение, так и зрители, которые видели вот эту атмосферу, атмосферу состязания. Я думаю, они будут еще больше стараться и в следующем году, иншаллах, будут участвовать в еще более профессиональной форме. Всех победителей и призеров конкурса отметили денежными призами и подарками. Также прошли состязания по разделке мяса барана на время. Особой популярностью пользуются соревнования по борьбе на поясах. Мы с нетерпением ждали этого праздника и хотели бы выразить благодарность всем причастным к этому мероприятию, отмечают жители аула Кумыш. Это мероприятие, во-первых, объединяет нас всех мусульман, жителей аула. Хотелось бы таких мероприятий, не только это, а еще и других, тоже было побольше полезных для жителей села и для всех нас мусульман. Сегодня здесь собрались не только наши аульчане, но и все с нашего района. Я очень благодарен всем организаторам. Организация прошла очень хорошо, на очень хорошем уровне. Именно в сельских территориях, именно в таких аулах, как наш аул, важно проводить такие мероприятия, чтобы люди сплачивали свой круг общих проблем и общих праздников. Все должно быть у нас общее. Я очень рад и в первую очередь хочу поблагодарить организаторов, наше сельское поселение, главу сельского поселения. Хочу пожелать всего взаимопонимания, любви, взаимопрощения, боязни Всевышнего. Мы для этого старались. Шукру Аллаха. То, что мы ждали, вот на лицо. Различные аттракционы и места отдыха были организованы для детей и молодых семей, чтобы каждый мог насладиться атмосферой праздника. Мне понравилось то, что тут и борьба проходит, и то, что тут устраиваются состязания. Я люблю такие праздники, потому что здесь разделывают барашки. Здесь можно заниматься спортом, например, борьба, армрестлинг. Если еще повезет, будет бокс. Хорошо здесь. И все хорошо у меня. И здесь очень приятно. Батуты красивые. В завершении праздничного дня небо над аулом Кумыш озарил красочный праздничный салют. Альхан Лепшоков, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевский район. Спортивные вести. Первенство по самбо среди юношей и девушек до 14 лет завершилось накануне в Кстово Нижегородской области. Самбисты из Карачаева-Черкесии завоевали две серебряные медали. Айдар Батруков и весовой категории 71 килограмма. А Стефания Кириллова весовой категории 47 килограммов. Тренирует спортсменов Пелял Байчоров, Борис Чумаев, Тимур Наптугов и Аюр Пшимахов. Сейчас смотрите интервью председателя регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Карачаева-Черкесия Султана Бахитова. С ним встретилась Белла Джозаева, а наш выпуск завершал. Здравствуйте, Султан Умарович. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Совершенно недавно было послание главы Карачаева-Черкесии Рашида Борисовича Тимрезова. И вы принимали в нем участие как лидер партии пенсионеров. И я хочу у вас спросить, какие выводы вы для себя сделали, что вам понравилось, что вам запомнилось? Да, действительно я принимал участие. Доклад послания главы республики Рашида Борисовича Тимрезова был очень объемный. Он подвел итоги прошедшего года и поставил задачи на этот год. Приведенные цифры очень радовали. Например, приводил пример, что уже 140 семей переселены из аварийного фонда. Что мы занимаем седьмое место в России по рождаемости. Что у нас как никогда построено количество жилья. И мы все видим, как за последние 10 лет республика буквально преображается. Строятся дороги, строятся больницы. В том году, например, 20 школ были отремонтированы и вновь построены. То есть видим большие преобразования. Благоустройство дворов очень идет. Еще что порадовало в этом послании, то, что, например, еще больше у нас будет происходить строительство. Строительство аэропорта будет у нас проходить. Два больших овощехранилища, самые большие в России. То есть республика наша процветает. Самое запомнило, на что указал Рашид Пориспевич, на то, что цифры хорошие, но за каждой цифрой стоят люди. И он указал народным депутатам, главам района, правительству, чтобы они шли больше в народ, общались вживую. Сам он хорошо, Рашид Пориспевич, подает пример. Мы видим, он встречается с жителями, решает вопросы тут же на месте. И действительно должны больше общаться с народом, знать, что происходит на земле, как говорится. Вот еще что. Ну, еще медицина у нас очень хорошо развивается. У нас построен прекрасный онкологический центр. То есть все аспекты жизни были затронуты, как в прошедшем, так и в будущем. Как давно существует Российская партия пенсионеров за социальную справедливость на территории Карачаева-Черкесии? Кто в этой партии состоит и в чем заключается Ваша основная задача? Ну, наша партия на территории Карачаева-Черкесии существует уже 8 лет. Вообще-то партии ей 25 лет, а на территории региональной открылась 8 лет назад. Партия наша конкретно занимается, ну, во-первых, мы проводим агитацию, разъясняем политику нашей партии, что участвуем в выборах на всех уровнях Государственную Думу, местные муниципалитеты. В том году у нас в пяти муниципалитетах проходили выборы, и во всех пяти этих субъектах прошли наши депутаты. То есть у нас уже пять депутатов есть в местных субъектах. Мы также оказываем бесплатную юридическую услугу, к нам идут люди. Мы проводим, бываем и во дворах жилых комплексов, беседуем, разъясняем. Наша задача, одна из главных задач, содействие создания духовного, демократического, сильного государства в России. Поэтому мы стараемся, как говорится, донести политику партии до народа. Но раз это партия пенсионеров, вы каким-то образом конкретно помогаете пенсионерам? Как таково у нас одноразовые помощи. Праздникам мы продуктовые пакеты раздаем по возможности. У нас партия пенсионеров не только из пенсионеров. 40% у нас молодежи. То есть там молодежь, которая знает, что они скоро станут пенсионерами, а какую будут они получать? Вот главное для них. И они также помогают очень хорошо нам в работе. У нас в девяти субъектах России, в законодательных собраниях, есть свои депутаты. И в основном это молодежь. Им нравится наша политика. Султан Умарович, наверное, немножечко банально прозвучит мой вопрос. И даже, наверное, сложно будет на него ответить. Мы все знаем, что в других каких-то странах с высоким уровнем жизни пенсионеры получают неплохие пенсии. Они ездят отдыхать, они путешествуют. К сожалению, в нашей стране сейчас это не так. Какие-то изменения, на Ваш взгляд, в будущем будут? Да, к сожалению, так. Особенно низкие пенсии на селе, которые работали всю жизнь в колхозах, в совхозах получают 12-15 тысяч. Я надеюсь, что светлое будущее будет, но не так быстро, как мы хотим. Но все же в нашей стране будет, я вот мечтаю, вот раньше, когда бывали в Москве, почему-то, когда приезжали автобусы и туристы, выходили одни пожилые люди. Думали, что им делать нечего. А оказывается, просто у них была одна проблема. Где, в какой стране отдохнуть. И я хотел бы, чтобы наши пенсионеры также путешествовали, ездили по всем городам, странам. Султан Умарович, Вы человек с огромным жизненным опытом. Вы много лет работали в юриспруденции и на многих высоких должностях. И, конечно, я хочу, чтобы Вы дали совет, свой наказ не только юристам, но и подрастающему поколению. Самое главное – слушать старших. Сейчас как-то молодежь иногда небрежно относится, когда старшие, даже родители, начинаешь говорить, они отмахиваются, да вы отстали от жизни, все. Ну, со временем, конечно, опыт к ним приходится. Мне, я бы им посоветовал честно работать. Сейчас очень много возможностей раскрыть себя в любой области. Во-вторых, везде, в любой вуз, который хочешь, поступаешь. Хоть на бюджетной основе, хоть на платной основе. То есть, возможности сейчас очень большие. Вот у нас, я смотрю, часто очень молодежные форумы очень проходят. Такой активный министр по делам молодежи. Мой бизнес, хорошая организация. Привлекает молодежь, обучает их. Мне вот это нравится. Главное – слушайте старших. Плохого они вам не пожелают. Они опыт большой жизненный. И поэтому, вот это бы я им посоветовал. Я благодарю вас за это интервью. И желаю вам успехов в работе, здоровья и долголетия. Спасибо вам. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...